друзья всех приветствую сегодня 10 января у нас контрольное взвешивание вот этих вот птенцов и пока на улице светло я хочу вам показать разницу в корме между 5 1 и 5 2 смотрите 5 1 у нас был один мешок нам его хватило в принципе до 10 дней закончился он 9 числа вечером с учетом того что у нас на нем вскармливалось больше сотни это 125 цыплят до 7 числа 7 забрали 25 штук и вот остальные три дня они уже ели 100 штук этот корм 51 и сейчас давайте мы посмотрим разницу так вот кровь у нас гранула 52 и вот здесь я оставил чуть-чуть у нас крупки 51 смести все аккуратно но потряси большая кучка это у нас получается 52 пойдемте на улицу и посмотрим разницу так что мы видим мы видим различия в цвете явные да вот это темнее вот 52 темнее 51 светлее по размеру гранул мне кажется что они приблизительно одинаковые единственное что вот это порезано мельче а сам диаметр гранулы в принципе может быть даже одинаковые у них вот вот это гранула чуть длиннее но не так что прям значительно это чуть помельче порезано ну вот так короче выглядит корм у тебя нет ощущения что вы здесь больше кукурузки видно эти кусочки прямо что здесь так не встречается так они тоже есть но вот она она на светлом фоне просто выглядит может быть не так заметно да вот здесь кукурузка видно видно за счет того что темнее корм ну и традиционный тест для жен это на запах мне больше нравится 51 51 неприятнее гораздо 51 опять во что тенила не знаю не могу сказать что он горький но какой-то он есть в нем что-то неприятное на мой взгляд вообще это как бы не мой корн надо это учитывать 51 вообще приятно пахнет 5 в один пахнет как знаете какая-то без сахарная выпечка без ванильная ну вот просто такой приятным хлебцем каким-то кстати хлебцами как но запах приятнее пока 51 ну ладно если вы по мне я бы пока 51 то есть тебе заказывать 51 побольше возвращаемся значит нашим питомцам смотрите сегодня 10 дней температуру покажи подожди не открывает температуру покажем температуру блин я уже ну нет нормально двадцать девять и шесть даже можно поменьше сделать они вот они смотри они все от лампы отошли то есть можно уменьшить я сейчас диммером немного поменьше сделаю здесь будет реле стоять температурная на автомате в будущем я уже заказал его но пока так санечка может уже расширять надо получить все уйдут сами пока не надо смотри смотрите вот ставлю я вот такой брусок чтобы была вентиляция да снизу у нас сетка здесь у вы вытягивается воздух из-под крышки поймет я не убирал специально чтобы вам показать и видно поймет ну было когда давай сейчас посвящу там красная лампа поэтому все в красном ведут идет саж помет неплохой да и за хорошим нормальным крепенький такой но бывает немножко и всякий но так что у нас здесь значит у нас здесь сейчас по моему по моему 98 штук посмотрите с момента пересадки с инкубатор в брудер у нас погибло 4 цыпленка 4 цыпленка это как раз те которые выводились последними то есть вот из нашей практики можно сказать смело что все что не выводится в основной вывода там остается три там 45 цыплят если вы их сюда поместите в брудер то их скорее всего затопчет рано или поздно вот так и произошло с теми четырьмя цеплятами если затопчет они будут самые мелкие болячки ноги раз больше падежа не было пока тут вот 20 125 здесь было откроем проветрить вот и и 25 у нас 7 января отсюда забрали клиента наши так что значит по кормлению смотрите 51 у нас хватило форма до вечера 9 числа вот я начал переводить по моему седьмого там 25 процентов там потом половину приблизительно не не отмерял 75 и вот где-то сегодня утром да я им уже насыпал полностью 52 так что взвешивание взвешивание по пропойкам давай скажу значит купили они нас семь дней витамин день витом ночь и сейчас у них четыре дня пос принял день идет вода простая ночь ну поехали давайте если я включу покажи что по нулям низ очков 0 да вот здесь минус сколько минус 7 грамм так сколько мой данной давай показывай какого мне брать но что начнем с маленьких или с крупней маленьких ну давай маленький здесь маленькие если я видел вот пятнышком сидит коррами не кажется маленький вот это вот маленький смотри да малень маленький у нас да есть один или два таких с лапами а вот еще маленький локоть вот а мы все сюда вот тут играм из лапы 160 эти маленькие желания в комментариях что там лечите связывайте лапки мы этим не занимаемся смысла никакого этого брак все уходит маленькие вот эти вот экземпляры на них нельзя равняться это бывают такие в любой партии так что не показатель просто мы взвесили самых маленьких вам показали так давайте теперь берем каких вот просто я беру так вот он господи ты схватил как курсом но чтобы не выбирать чтобы не сказали что я выбираю там еще что-то 235 230 245 давайте так же вот смотрите не глядя да я вот топа из кучи боже боже 210 210 сто семьдесят спать и тихо не ранее так ну понятно да в принципе давайте какого крупного поищем да ну ты взял мне кажется хороший очень есть покрупнее должны пусть они все одинаковые вот как эти звать слово то однородность стада конечно впечатляет да они очень вот 270 смотрите значит мы пользуемся таблицей в которой вес в 10 дней должен быть 260 266 грамм есть таблицы которые указывают в 10 дней 270 283 но мы используем вот эту она более скажем так адекватно для нашего хозяйства по нашему наблюдению вот снять крупную щеку гладишь на может и так 265 так но смотрите как бы веса либо табличные либо меньше да вы все это видите скажу что у нас не пипец впечатлили они были результаты лучше у нас к этому времени на другом корме но сказать тебе что и на маркорме были впечатлить до летом на старом были на той награду или как бы это самое получше на одной хотя нет это давно было мы жить уже давно кормим сначала пурины и потом маркормом ну короче сложно сказать вот касаемо этой партии вот такая ситуация но радует однородность вот смотрите даже некоторые одинаковые вес имеют приблизительно да вот очень понаблюдаем это ни о чем не говорит сейчас эта стадия взвешивания потому как бывает цыплята набирают сначала не так интенсивно потом начинают выбирать бывает наоборот сначала интенсивно потом замедляет рост понаблюдаем посмотрим сделаем выводы у нас есть клиент который забирал двухдневных цыплят он кормит другим формам и мы с ним поддерживаем связь надеюсь что он поделится информацией с нами какой вес цыплят у него по моему сказал что 12 будет взвешивать января и посмотрим там уже продолжаем кормить 52 всем пока вот посмотрите пожалуйста небольшое видео которое нам прислал наш покупатель можно уже сказать постоянный который не первую партию нас покупает это вывод цыпляток от 31 декабря 1 января та самая партия которая у нас участвует в эксперименте с новым кормом маркорм это взвешивание на 12 сутки в данном случае мы не будем озвучивать каким кормом кормит наш покупатель свою птицу чтобы не дискредитировать никакие другие корма это 12 сутки 12 по этой причине веса конечно же будут больше чем наши даже в свете того что им чуть больше возраст взвешивания именно момент взвешивания цыплятки еще раз повторяю этого же вывода что и наши вот посмотрите к сведению показываем исключительно для того чтобы понимать что цыплята качественные яйцо качественное и в общем на яйцо и на цыплят никаких нареканий быть не может